Программировал, много чего там делал. И сегодня я буду рассказывать вам про то, как мы делаем 100 продакшн-релизов в день. И при этом у нас все работает. Но прежде чем рассказывать, немножко задам контекст, потому что не все подходы работают для всех. То есть надо очень четко смотреть, какой у вас контекст. Если вы работаете в healthcare, возможно, это не ваш подход, который не будет для вас работать. Поэтому ко всем советам моим относитесь скептически и смотрите то, что у вас будет работать. Собственно говоря, нашей компании уже больше, чем 10 лет. Начинали мы как маленький монолит, потом двинули в сторону SOA, сейчас меняем архитектуру на микросервисы. У нас 300 программистов, и мы очень сильно ищем новых. То есть планы, хиринг-план до конца года плюс 150 человек. Постоянно новые продукты появляются. Все эти продукты связаны с оттеком, но у каждого продукта есть своя особенность. Какие-то продукты завязаны на данные, какие-то завязаны на мобайл, какие-то завязаны на интеграции. То есть абсолютно разные продукты, и среда, в которой мы работаем, она очень сильно динамична и очень большая конкуренция. То есть мы конкурируем с Facebook, с Google и другими ребятами. Технологический стэк абсолютно разрозненный. У нас используется, наверное, где-то Visual Basic, где-то C Sharp, где-то Go, где-то Scala, Hadoop. В одном только DMP-продукте используется порядка 10-12 различных типов баз данных. То есть получается все очень разрозненное. И при этом мы получаем достаточно много реквестов в секунду, храним большие объемы данных и строим очень сложные репорты. У нас порядка 3 триллионов различных агрегатов, 2,5 петабайта данных и так далее. То есть я думаю, эти цифры немножко задают контекст, про который я буду говорить. Потому что если у вас, например, маленький стартапчик, это может быть совсем по-другому все работать. И, собственно, с какой проблемой мы столкнулись? Самая первая проблема, наверное, от которой мы начали отталкивать, то есть на которую мы начали смотреть, это то, что каждый релиз – это большая сложность и очень большой стресс для команды. То есть я помню, что 3 года назад в отформе релизы происходили следующим образом. В субботу команда собиралась в офисе, чаек, кофе, горячительные напитки, и это все выкатывалось в продакшн, хорошо, если к вечеру. То есть как бы релиз – это было такое большое событие, это было отдельное мероприятие. В принципе, оно, конечно, сплочало команду, но не всем нравилось работать по субботам, и в принципе риск выхода в продакшн был очень большой. Еще до этого, работая в другой компании, я присутствовал при релизе части Salesforce. Ну, Salesforce – это большая CRM онлайн. Там релиз происходит еще более весело, то есть там он начинается по минскому времени, это, по-моему, в районе 3-4 утра. Все из разных офисов мира собираются на большом коле, там сидит человек 40, вот, и они как бы что-то релизят. При этом, как бы, я могу сказать так, что минская команда в это время спала. То есть, как бы, но при этом они должны были присутствовать, просто потому что релиз затрагивал много различных компонентов системы, и если какой-то компонент начнет сборить или еще что-то с ним происходить, кто-то, кто лучше всего знает эту часть системы, должен среагировать и как-то помочь команде, которая релизит. Вот, то есть, как бы, вот эти вот релизы, они были сложные, громоздкие, большие, и, как бы, хотелось как-то их избегать. То есть, ну, и мы начали смотреть, как бы, различную литературу на эту тему и столкнулись с такой вещью, что, как бы, маленькие релизы, они, на самом деле, менее рискованные, и их делать намного проще. Вот, про это можно почитать, но, в целом, то есть, эта картинка, она очень популярная, про нее можно почитать, но я двинусь дальше. Что еще? Так как много конкурентов, мы постоянно сталкивались с тем, что мы, как бы, кого-то догоняем, рынок постоянно меняется, и наш продукт должен постоянно адаптироваться. И чтобы успевать за такими ребятами, как Google, надо адаптироваться очень быстро, потому что, как бы, они могут в любой момент выкатить на рынок что-то такое, что полностью поменяет индустрию. И чтобы за этим как-то успевать, мы начали сокращать релиз-сайкл и, собственно, получать какие-то метрики, собирать их. Причем эти метрики, они не всегда приходят от внешнего рынка, иногда это внутренние метрики, то есть, например, ну и внутренние сигналы. Например, мы поменяли какой-то продукт, и, например, у нас количество данных выросло. Ну, это может быть хорошо, может быть плохо, но на это надо как-то реагировать и принимать какие-то решения на основании этого. Соответственно, это решение может быть вообще откатить ту фичу, которую мы сделали, либо как-то ее изменить или садаптировать. То есть, чтобы реагировать на такие вещи, надо как бы чаще релизить, ну, как мы думаем, что это помогает. Ну и плюс такой момент, что когда команда сидит и разрабатывает что-то там в уголке, очень сложно потерять связь с стейкхолдерами, с клиентами и так далее. То есть, может произойти рассинхронизация. Если выкатывать постоянно что-то на продакшн, это как бы такие чекпоинты, которые позволяют клиентам, юзерам и бизнесу посмотреть, что же вы там делаете, и скорректировать это. У нас нередки случаи, когда после релиза прилетает там письмо от какого-нибудь си парня, который говорит, а что же это вы такое сделали, на самом деле все надо было по-другому, я вижу это по-другому. И мы можем очень быстро к этому адаптироваться из-за того, что мы делаем часто релизы. Плюс B-тестинг, ну, это как бы всем понятно, не буду углубляться. Плюс в нашей индустрии, я думаю, как и в многих других, есть большие ивенты, к которым надо выкатить что-то обязательно, причем, ну, как бы желательно именно вот в этот точно день. Как бы у мобальной индустрии есть ивенты типа Apple, когда запускаются новые девайсы, там Google что-то запускает и так далее. В Атеке тоже есть такие вещи, например, демекска в Германии. И что мы видим, что если релизить в тот же день, когда начинается этот ивент, как правило, это заканчивается все очень плохо. Возникают различные проблемы и как бы там помимо того, что как бы вот демекска нашумела, так еще и вы нашумите тем где-нибудь в новостях, тем, что у вас все упало. Вот, соответственно, как бы в идеале как-то релизиться до этого, как-то обкатывать и на ивентах уже как бы быть готовым. Как это можно делать при частых релизах? В принципе, вот чтобы уметь делать часто, чтобы получалось делать часто релизы, надо делать фич отоглинг, как правило. И вот такой фич отоглинг, он может позволить вам выкатить фичу на production, при этом ее выключить до поры до времени для большинства людей, а кому-то оставить включенной. И, соответственно, таким образом можно откатать этот код, посмотреть, что он работает. Вот, но это как бы такие предпосылки к этому всему. Сейчас немножко расскажу, как мы это делаем, но начну с того, что немножко интересных фактов про наше окружение, скажем так. То есть я, как уже сказал, мы делаем 100 production релизов в день. У нас 1700 гид-репозиториев в компании. Соответственно, это о чем говорит, что как бы вся наша система разбита как минимум на 1700 маленьких кусочков. Я не называю это микросервисами, потому что среди многих этих сервисов есть макросервисы и монолиты, но как минимум у нас есть 1700 маленьких компонентов, которые независимы. В некоторых этих репозиториях лежат компоненты, несколько компонентов, и они релизятся одновременно, например, иногда не одновременно. То есть на самом деле этих компонентов может быть больше, чем репозиториев. И общий размер, ну просто интересная цифра, полтерабайта — это размер всех релиз-пакетов, которые мы сделали за год. Такие вот цифры. Просто во время подготовки к этому докладу собрал такую статистику. Сейчас мы релизим через такой утилита, релизер называется. Она написана полностью in-house, но у нее очень много проблем, и поэтому мы сейчас переходим на такую утилиту, как RunDecker. Но пока что все релизы проходят через релизер. Релизер — это в принципе веб-морда, на которую можно условно нажать кнопочку «Деплой». Это сервисы, которые позволяют деплоить напрямую с TeamCity. Это релиз-агенты, которые, собственно, могут управлять релизами либо на Windows, либо на Linux машины. В принципе, таким же образом происходит деплой в Cloud, если у нас там есть Amazon, и в Hadoop. Но опять же повторюсь, от этого подхода мы отходим, уходим и переходим на софт, который как бы open-source и поддерживается комьюнити. На самом деле написание своих тулов для релизов — это как бы не очень… это неплохо. Многие компании так делают, и в принципе, как бы если у вас есть какие-то специфические нужды, то в принципе это way to go. Но чтобы уметь часто релизить, надо быть уверен в том, что мы релизим. И здесь очень важно как бы максимально автоматизировать тестирование. То есть юнит-тест, я думаю, это все понятно, но самое важное — это как можно чаще прогонять integration-тесты, юнит-тесты и так далее, чтобы получать максимально быстрый фидбэк. Также мы используем для тестирования канари-релизы, когда мы выкатываем, например, либо для определенных пользователей, либо на маленькую группу серверов фичу, и таким образом можно потестировать в продакшене. В принципе, не рекомендую тестировать в продакшене, но это тоже неплохая техника. И тут важный момент, что, ну, как правило, менеджеры, они не видят в этом… ну, многие менеджеры не видят в этом, скажем так, ценности в тестах, написании тестов и там не поддерживают или запрещают писать юнит-тесты, integration-тесты. И как бы здесь важный пункт, что если вы будете фокусироваться на сохранении денег, то, скорее всего, у вас это не получится. А если будете фокусироваться на качестве, то, как правило, это срабатывает. Особенно это хорошо видно, если какой-то продакшен-бак съедает очень много денег. Есть пару примеров. Если вам надо для менеджеров, я могу предоставить. Ну, почему я об этом говорю? То есть, на самом деле, это, наверное, самое как бы простое и понятное в этом всем, но постоянно сталкиваемся с такой ситуацией, что интервьюруя людей или общаясь с другими компаниями, видим, что банальные вещи не делаются. То есть, ну, юнит-тестами стало получше, но автоматическое тестирование UI, сервисов и так далее, это достаточно редкая вещь даже в 2016 году. Вот. Дальше мониторинг. Мониторинг тоже очень важная вещь. И по одной простой причине, что даже если вы зарелизите что-то с багом, это неплохо, если вы успели это очень быстро заметить и откатить. Для большинства систем, как бы, там, если баг на продакшене там меньше минуты, это как бы незаметно. То есть, там клиент зашел, ему там страничка не загрузилась, он там сделал рефреш, она как бы загрузилась. И он подумал, что это у него там интернет моргнуло или там Wi-Fi скакал, да. То есть, как бы, но при этом, если как бы баг тот же пробудет полчаса, а это уже как бы большая проблема, к вам там, наверное, CTO прибежит и как бы скажет, что так делать больше не надо. Соответственно, как бы мониторинг позволяет реагировать на такие вот системные сбои намного быстрее. И что здесь интересно, что вот эти вот тесты, которые мы написали автоматически, их можно использовать для мониторинга. Мы используем, например, RunScope. Это такая утилита, которая позволяет прогонять integration тесты из любой точки мира по, ну, например, поверх продакшена. Соответственно, что мы делаем? Мы просто их запускаем каждую минуту и смотрим, что все тесты проходят. Это называется синтетический мониторинг. И, в принципе, очень такая крутая вещь. На самом деле, когда у вас будет много серверов, много компонентов и так далее, просто метрики о том, что у вас эксепшены идут, это как бы не всегда означает, что вам надо на это реагировать. И бывают такие даже случаи, когда вот этих вот алертов, там сервер упал, там сервер упал. Их становится настолько много, что как бы девелоперы перестают на них обращать внимание. И это скорее, ну, просто, ну, как бы, потому что падение одного сервера не означает, что система не работает. Но при этом, если у вас есть такие синтетические тесты, которые эмулируют поведение пользователей, которые запускаются на продакшене извне, не отрабатывают, это как бы очень четкий индикатор того, что с системой что-то плохо. Соответственно, на этом можно положиться. И на такие вещи можно вешать алерты, которые будут поднимать ваших девелоперов по ночам. Вот. Ну, или днем. Вот. Очень важно иметь не только application метрики, но и бизнес метрики. Когда вы часто релизите, у вас получается такая ситуация, когда, ну, то есть вот надо как можно больше иметь возможности убедиться в том, что то, что вы зарелизили, не сломало продакшен. И бизнес метрики являются очень четким индикатором того, что что-то плохо. То есть, если у вас, например, ревень начала резко падать, то, скорее всего, что-то не так. Даже если у вас нету бага в системе, стоит откатиться и поинвестигать это, потому что бизнес, скорее всего, придет и спросит, а куда же делить деньги. Вот. Что еще важно сделать? Как бы не каждый проект, не каждая система, она готова к таким частым элизам. И самое главное, что она должна уметь, это, скажем так, что один и тот же как бы элиз пакет должен уходить и на деф, и на стейджинг, и на продакшен. Тогда вы будете сто процентов уверены, что если вы на деве пропустили, ну, не на сто процентов, на какой-то очень большой процент, будете уверены, что если на деве и на при продакшене тесты отработали, что они на продакшене отработают. Поэтому первым, что надо вам сделать, это вынести конфигурацию из приложения. Разработка приложений, которая тестируемая. То есть надо изначально, ну, в идеале вообще применять TDD, чтобы разрабатывать фичу так, чтобы ее можно было протестировать автоматически. Все должно быть под системой версии, как бы, системой контроля версии. То есть вот наша утилита-релизер, она хранит полностью свои конфигурационные файлы в SVN. На тот момент, как бы, SVN был популярен, сейчас это уже не так, но система, как бы, работает поверх SVN. Вот. Деплои должны те же самые люди, что и пишут код. Потому что они знают, как бы, какие компоненты могут быть затронуты, и как выглядит хорошее поведение этого нового кода, и как выглядит плохое поведение этого кода. Знаю, что многие компании разделяют development и operation в разные отделы. Но вот мне кажется, что этого лучше вообще никогда не делать. Хотя, как бы, очень популярный паттерн. У нас тоже такое было, что нажимали релиз кнопочку «Другие люди» три года назад. И, как правило, это сложнее намного с таким жить. Вот. Ну и всегда мастер должен быть стабильным. Что еще по архитектуре? Система должна быть, скажем так, разбита на маленькие компоненты, чтобы вы могли релизить и быть уверены в том, что вы не затрагиваете другие части системы. Как правило, с этим хорошо справляются такие архитектурные паттерны, как микросервисы. Но, в принципе, другие вещи, как event sourcing, асинхронное программирование с этим тоже… Ну, асинхронное не так, но event sourcing тоже позволяет, как бы, сделать такие вещи, как, например, выкатить две версии одного и того же приложения, которые будут работать на одни и тех же данных, но при этом иметь разные read-модели. В принципе… Я не знаю, сколько здесь девелоперов находится, а тех, кто делает operation… А тех, кто делает то и то… Ну, меньше, чем половина, но это странно. В принципе, я надеюсь, что, как бы, после таких конференций, как этот, тех, кто делает и development, и operation одновременно станет больше. Потому что, как бы, нельзя написать хорошее приложение, не зная то, как оно ведет себя в production. И, наверное, самое главное правило архитекторов и девелоперов и operation – это то, чтобы архитектурные решения принимались с учетом того, как оно ведет себя в… Ну, как приложение ведет себя в production. И поэтому, например, как бы… Вот есть такой принцип, например, don't repeat yourself. Как бы его наверняка придумали такие очень крутые программисты, которые сидели такие… О, я написал вот этот кусочек кода, его теперь можно везде переиспользовать, это будет так круто, я сэкономлю очень много времени при разработке приложения. Но тут есть тонкий момент, что если вы переиспользуете этот кусочек кода в других системах, ну, например, через shared library какой-то, то вы тем самым, как бы, делаете связанными эти системы, которые между собой могут быть абсолютно не связанными. Ну, и тем самым вы в production можете, как бы, сделать такую вещь, что у вас, как бы, системы независимые будут падать одновременно. А это, как правило, намного хуже, чем если у вас падает одна система. Потому что, например, одно дело, когда у вас там, не знаю, какой-то отчет не грузится. И совсем другое, когда дело это, когда вы в это время не можете там залогиниться, посмотреть там какие-то списки товаров или еще чего-то. То есть, как бы, вот эти вот принципы, которые были придуманы крутыми программистами там чуть, ну, скажем так, в прошлом, они не всегда работают в реальных приложениях. Вот. Но при этом это не говорит о том, что они плохие. То есть в каких-то случаях они работают и ими можно пользоваться. Но надо осторожно, как бы, к каждому такому паттерну подходить и использовать его. То есть я, на самом деле, рекомендую смотреть, как это ведет себя в продакшене. Тут, на самом деле, есть еще список каких-то вещей, но я не буду уже глубоко углубляться в них. Лучше я оставлю время на вопросы. Еще очень классный тренд, который набирает популярность в последние годы, и мы в Ватформе пытаемся это делать, это хаос инжиниринг. В общем, начал это все дело Netflix. Что они сделали? Они запустили так называемую хаосманки у себя в продакшене, которая ходила там, вырубала машины в продакшене, там сеть выключала, VPC перенастраивала, там, не знаю, какие-нибудь базы данных удаляла и так далее. И смотрела, как у них система в продакшене будет себя вести. И что это им позволило достичь? Во-первых, так как у нас большая дистрибьютер система, ну, и у нас, и у Netflix, то как бы есть много компонентов, между ними network. И, в принципе, эти компоненты иногда между собой не могут коммуницировать и так далее. И, по сути, вот этот хаосманки, он эмулирует как бы production issues. И, соответственно, сэмулировав их в контролируемой среде, когда все программисты онлайн, можно намного лучше среагировать на это все, а также в будущем как бы посмотреть, то есть убедиться, как ведет себя система с какой-то проблемой и, соответственно, как-то запрограммировать это, чтобы в продакшене, когда реально такое событие произойдет, оно повело уже себя по-другому и клиенты не пострадали. Тут есть некоторые советы. То есть, как это работает? Вы делаете гипотезу, например, что если я выключу эту машину, все будет хорошо работать. Выключаете, смотрите, работает, не работает. Если не работает, значит, надо как-то с этим бороться. Например, добавить еще одну машину. Старайтесь максимально, как бы если у вас какое-то событие в реальном мире произошло, попробуйте его повторить в контролируемой среде и сделать так, чтобы это никогда больше вас не затрагивало. Есть такой момент, что Dev, Staging и прочее окружение, они, как бы мы ни старались сделать их идентичными, они, как правило, немножко отличаются. То есть, там, другой сет данных, пользователи себя по-другому ведут. Поэтому в идеале все такие эксперименты проводить на продакшене. Я, если честно, не знаю, как наших боссов убедили в этом, но они в это поверили. Мы начинали с простого. То есть, как бы, мы выключали машины, там, например, на 2-3 минуты на продакшене, не все, а там, как бы, определенными группами и предупреждали, как бы, программистов об этом. Вот. Соответственно, ну и потом смотрели, что происходило. Если что-то идет плохо, соответственно, как бы, можно очень быстро, как бы, включить ее обратно и, ну, как бы, продолжить работать. Вот. И, соответственно, как бы, вот с такого маленького степа можно начинать вот такой хаос-инжиниринг. Потом, конечно, можно дата-центры выключать, можно там, ну, то есть, есть разные там подходы. Есть очень важный момент, что это все надо автоматизировать, чтобы оно постоянно происходило. Потому что, как бы, что-то пофиксив, вы можете потом про это забыть, убрать это, и оно, как бы, воспроизведется где-то. Соответственно, старайтесь такое автоматизировать. Это сэкономит очень много времени и поможет, как бы, вашу систему держать в таком, как бы, тонусе, который спасет вас от больших и дорогих ошибок. Вот. Есть очень много паттернов, как бороться с, скажем так, с падениями, да, то есть, там, банально какой-то circuit breaker добавляете, если у вас какой-то remote call идет, какие-то fill-over процедуры. Можно, например, даже запускать разные версии одного и того же приложения в продакшене и смотреть, как оно себя ведет, и смотреть, что у них там, например, совпадают аутпуты. Есть много книжек про то, как делать, скажем так, такое вот приложение, которое способно выдерживать падение. Среди них release it, например. Есть такая книга. Что еще? Процессы. Мы в компании придерживаемся такой политики, что задача не готова, пока она не в продакшене. Соответственно, как бы, вот если у вас принты, там, неделя, то за неделю вам надо написать код, протестировать его, выкатить в продакшен. Соответственно, на самом деле, как бы, многим менеджерам это нравится, потому что нет такого синдрома, что, как бы, ну вот, я уже почти сделал, там, 90% готово, и оно так на протяжении года. Соответственно, как бы, ну, другим менеджерам не нравится, потому что это, как бы, стресс. А если у вас еще operation, это отдельная команда, то у вас, скорее всего, будет с этим большие проблемы, потому что у development и operation, как правило, разные задачи. У operation держать систему стабильной, у development выкатывать новые фичи. Ну, как с этим бороться, можно обсудить будет в кулуарах. Onboarding. Мы стараемся, чтобы человек, который пришел к нам в компанию, выкатил что-нибудь на продакшен в первую неделю своей работы. То есть он пишет какую-то строчку кода, там, конечно, ему помогают коллеги, делаем код-ревью и выкатываем это на продакшен. Вот. Соответственно, как бы, таким образом, как бы, боимся со страхом релизов. И, в принципе, как бы, с первых дней приучаем к тому, что релиз — это не что-то такое, типа, вау, супер, а просто дейли-рутина. Вот. Также релизить у нас может любой член команды, включая, ну, включая product owner, если они хотят. Но, как правило, это делают девелоперы. Ну, и, в принципе, есть такой совет HR, не нанимайте отдельных девопсов. То есть если, как бы, девопс — это скорее, когда вот девелопер, он может и коды пописать, и зарелизить что-то, и оперейшн сделать. Лучше нанимать людей, которые могут построить такую инфраструктуру, в которой девелоперам это будет делать легко. То есть, например, клауд построите. То есть, вот, например, Матес будет дальше рассказывать про то, как у нас в форме устроен клауд. И вот, как бы, наличие клауда очень сильно упрощает жизнь программистам. Соответственно, какие-то тулы, то есть, не знаю, там, папит скрипты для графита, того же ELK. Это намного лучше, чем, как бы, нанимать отдельных людей, которые делают оперейшн и выкатывают все в продакшн. Вот. Особенно, если у вас, как бы, контекст похож на наш. И есть интересный момент, который мы заметили, что, ну, это как бы просто понимаете свой бизнес и своих стейкхолдеров. Что, например, релиз, который происходит в конце недели, он и содержит ошибку, он приносит намного больше проблем нам, если он происходит в конце месяца. Почему так? Потому что мы занимаемся рекламой, как правило, работаем с агентствами. У агентств, как бы, есть месячный цикл. Они там в начале что-то экспериментируют, но у них при этом есть, как бы, бюджет, которым выделил клиент на этот месяц. Соответственно, они в начале месяца его, как бы, тратят не очень удачно. И, как правило, к концу месяца у них это, вот, дедлайн наступает, когда им надо потратить все деньги. Соответственно, как бы, все рекламные компании в конце месяца, они, как бы, скажем так, становятся намного более активными. И что мы заметили, что, как бы, ну, понятное дело, если в это время система лежит хотя бы час, то это не то же самое, что когда система лежит час в начале месяца. Соответственно, мы, как бы, релизим в конце месяца с особым attention. Я так понимаю, что это можно отнести, там, к бухгалтерскому софту и, может быть, еще к каким-то отраслям. То есть, как бы, знать свой бизнес-домен и свои метрики очень важно. И не только, как бы, application-метрики, но и бизнес-метрики. То есть, у нас, например, есть корреляция. Когда мы релизим что-то, мы всегда можем посмотреть, как деньги пошли вверх, а не или вниз. Вот. А тут еще тонкий момент, что, как бы, процессы хорошо. Все эти тулы хорошо, типа ELK, там, TeamCity и так далее. Но, как бы, вот это все вам не заменит культуру. Если у вас в культуре нету, как бы, стремления доставить какое-то value вашему юзеру, то, как бы, тулы вам не поможет. И вообще я бы относился к тулам так, что, если вы не можете потом заменить этот тул в течение, там, месяца, то этот тул, скорее всего, плохой. То есть, предпочитаете какие-то скрипты тулам. То есть, например, не знаю, скрипт на питоне, скорее всего, лучше, чем какой-то очень advanced tool, потому что, как бы, вот эти вендор локи, они не всегда работают хорошо. То есть, тул может в какой-то момент стать медленным, монструозным, дорогим и так далее, а скрипт на питоне, он, как бы, как был, так и будет. Скриптом на питоне, да. Кросс-функциональные команды. Очень важно делать пост-мортемы после всех релизов, в которых произошла проблема, либо, если это не во время релиза произошла, при этом обязательно, чтобы они были, скажем так, никого за это не наказывали. Даже если вы там потратили 100 тысяч долларов в ходе бага, лучше никого не наказывать, потому что это может привести к тому, что, ну, просто девелоперы всегда будут говорить, это не мой баг, это там кто-то другой виноват. И, как бы, это будет стоить бизнесу намного больше. Ну, и, соответственно, там какой-то incremental, как это, какой-то процесс типа agile и разработки итерациями маленькими, он, как бы, вам очень сильно поможет в continuous delivery и вообще в частых релизах, если вам это, конечно, надо. Но здесь стоит понимать, что просто максимизация релизов – это, как бы, не цель. Цель – это минимизировать риски во время деплоймента, не знаю, больше денег зарабатывать. Потому что, когда вы выкатываете фичу, чем раньше вы ее выкатите, тем раньше она начнет приносить вам деньги. Поэтому часто релизы – это не цель, это, как бы, средство достижения этой цели. Вот. И стоит понимать, что это все не бесплатно. То есть вам придется потратиться на какой-то инструментарий, тулы, инвестировать в инфраструктуру, в людей, которые будут с ней работать. То есть это все приходит не бесплатно, но это приносит очень большие дивиденды, скажем так. И при этом хочу отметить, что, возможно, вы сейчас не замечаете, что у вас там релизы – это большая проблема и так далее, потому что, как правило, все это, как бы, hidden. Ну, то есть, скажем так, есть много вещей, которые… То есть вот отсутствие частых релизов, они, как это скажем так, не всем очевидны, да. То есть, например, это может видеть бизнес, но при этом девелоперы не видят. Или, например, видит девелопера, но не видит бизнес. Соответственно, когда вы сделаете просто, опишите свой pipeline, опишите, где у вас какие степы, где ручной степ, где неручной, это все как бы вскроется, и вы увидите просто, ну, стоит ли вам вообще этим заниматься, да, то есть просто прописав где-то на бумажке. И, ну, в идеале это потом еще, конечно, автоматизировать и делать такой, как бы автоматический pipeline. Вот. Не знаю, на этом, наверное, все. Надеюсь на большое количество вопросов. Так, у меня есть микрофон, поэтому я могу одновременно отвечать и задавать вопросы. Окей. Продолжение следует...